Творческое смирение, конечно, Богородице, оно удивляет и, в принципе, оно недостижимо для меня, по крайней мере, сейчас. Все, что пишется такое душевное, женское. Но единственное, что есть какое-то желание, какой-то поток жизни уловить, там, мне кажется, всегда ощущается присутствие Божие. Как-то так, по крайней мере, чувствуется, вполне очевидно. Влюбленный человек думает, что с ней делать. Острова нет. В театр ходить некогда. Поцелуешь? Спросят. А дальше? Дальше вечный огонь. Победное поражение, чтение, вразумление, зимнее тупение. Не забыть телефон, встреча с менеджером по продажам в два, заплатить аренду, позвонить отцу, сообразить, когда резину менять, график забить под завязку, в ежедневник смотреть страшно. А тут еще это. Чудо. Влюбленная женщина думает, ладно, не буду я. В одиночестве, как в булке с изюмом, что-то есть. Своя косточка винограда, фиолетовый цвет в полосе заката, случайно записанный всплеск цветка. Можно пойти домой, забыв телефон, и утром его найти у песка в ногах. Замереть весной трудно. Птицы за окном удивляются. Где же листья? Деревья, освещенные солнцем, цветом песка у залива финского. Все белое лучше видно, все остальное залито небом. Деревья думают. Спешить некуда. Самое важное все равно случится. Небо оглядывается. Где бы еще намалевать синим? Замереть весной необходимо. Собраться силами. Как-то так. Твой друг, я. Запуганный, нервный, ненужный. Никогда не скажу ни единого слова. Но когда репродуктор объявит, что цветы пролетают над домом, я, как ты, никуда не уйду. Не уйду и не спрячусь. Как-то страшно-то. Киваю тебе. Заходи. Шпаклюем, крашу, собираем мебель. Ты прикрепил уголки для полок И просишь Бродского высоту мерить. Выключается чайник. Зацветает роза. И дом под куполом шара Летит над городом, пустырем, садом, садовника отвлекая. Ветер стих. Зябкий туман забуд. Синий плед, который со звездами захвати. И, кажется, в маленькой банке осталось немного варенья. Быть легкой на радость, как маленькая собака, белая с черным носом. Может быть, с грязными лапами. Забыла про лапы. Прыгает на пальто. Чувствует, что любима. Ты, Господи, улыбаешься. Видно. Люди с нарушенными границами Люди с нарушенными границами Постоянно натыкаются друг на друга. Трогают сердце. Перебирают глазные нервы. Ваши мысли сегодня Особенно великолепны. Но хочется быть в кожу одетым. Не греметь костями, если проходишь мимо. Не плакать, если другой вспоминает детство. Когда некуда было деться. От взрослых. Мыслей. И сердца. Будет с тобой Спокойным, неспешным, Отдельным от мира. Остановлюсь Процвету погульником Из пальто и шапки. Не знаете, где найти Улицу Островитянова. Мне понравился этот мрачный день. В полутемной комнате я аскет. Скоро дождь, прохлада и тишина. Скоро дождь, прохлада и тишина. Только ветер шумит в горах. Сколько сил уходит на забывать. Голова моя вся в цветах. Что-то более пафосно получилось, чем хотелось. Ну, в общем, последние три. Кот сбирается на ледяную гору. Внизу весна. Деревья. Лёд тает, снег тает вокруг деревьев. На асфальте вода голубая. Без пальто и шапки кот карабкается. Очень надо. Никогда не умел отказываться от задуманного. Ворщи его себя. Клянет. Лучший момент. Уходит ловить мокрый снег. Ушел. Лучший момент. Уходит ловить мокрый снег. Хор коричневый свет Заглушает ветер. В немоте городской Говоришь и слышит. Сколько вопросов уносишь, женщина. Корзина на голове. Вот книга, обед. Вот зуб и цветок. И солнце. Черного цвета, покоцанный кругляшок. В бумажном пакете да. Возможный ответ. Держишь в руках. Засыпает в себя мокрый снег. И вещи в корзине. И свет. Самое интересное Помолчать вместе. Не потому, что сказать нечего. А посмотри-ка. Мы есть. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ